В конце декабря украинские власти сделали подарок жителям полуострова, отключив полностью его от электроснабжения. Полуостров без электричества просидел 7 часов. Проблема, на первый взгляд, выглядела как полный беспредел украинской стороны, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что в этом 7-часовом энергетическом коллапсе есть, возможно, стопроцентная вина региональных властей в лице руководства Республики Крым. Для того, чтобы пояснить сущность проблемы, хочу сказать о том, что власти Российской Федерации, подготавливаясь к Олимпиаде в Сочи, решили проблему аварийного закрытия энергоснабжения всех объектов Сочинской Олимпиады. Можете себе представить тот объем энергоресурсов, которые были закуплены и смонтированы в режиме аварийного энергоснабжения Сочи в период Олимпиады. Все это оборудование, то есть все эти газо- и дизель-генераторы, после окончания Сочинской Олимпиады и в свете возможного энергетического эмбарго власти Украины, практически моментально были перемещены федеральным центром из региона города Сочи на территорию полуострова Таврида. Все это оборудование поступило сюда практически весной. На сегодняшний момент, по одним данным, в Республике Крым находятся то ли 7, то ли 13 газогенераторных станций, то ли 900, то ли 1500 дизель-генераторов, которые позволяют полностью перекрыть все потребности полуострова. Причем, с учетом того, что это оборудование уже куплено, то на себестоимость выработки электроэнергии это практически не влияло. И в случае использования газогенераторов для обеспечения энергонужд городов Республики Крым, и с учетом того, что газ мы добываем сами и газодобыча выше газопотребления, то полуостров в состоянии был себя обеспечивать электроэнергией сам. С учетом того, что у нас существуют еще две свои электрогенерирующие мощности, я имею в виду электростанцию в поселке Гресс и электростанцию в Саках. Так вот, события конца декабря показали, что региональная власть во главе с Сергеем Аксеновым совершенно этим вопросом не занималась, и ввела в зимний сезон полуостров, совершенно неподготовленный к ситуации с энергетическим эмбарго. На сегодняшний день известно, что ни один из этих то ли 7, то ли 13 газогенераторов не подключен к сетям. То есть не сделана самой элементарщины, не проведена так называемая инженерная обвязка данного электрогенерирующего оборудования. То есть если бы эта обвязка была произведена, то мы бы с вами, все уважаемые жители полуострова, не находились бы в состоянии энергетического коллапса в течение 7 часов. По поводу полутора тысяч дизельных генераторов, которые были рассредоточены в местах, в мелких населенных пунктах и в местах, которые требуют аварийного энергообеспечения, в частности в лечебных учреждениях, значит, все они тоже стоят металлическим хламом. В результате этого, насколько мне известно, в одном из медицинских учреждений то ли умер, то ли серьезно пострадал маленький ребенок именно в связи с тем, что не было нормально функционирующего аварийного энергообеспечения. И я прошу правоохранительные органы заняться этим вопросом, если он соответствует действительности. Если, к счастью, этого не произошло, то вопрос преступной халатности, которая высветилась событиями конца декабря, она требует самого серьезного разбора полетов. При этом, как оказалось, и обе ТЭЦ, Сакская и Симферопольская, были обесточены в результате аварий, о которых сообщили власти Крыма. Причем хотелось бы подчеркнуть, что конструктивные особенности всех электросетей и всех электрогенерирующих мощностей делаются именно с учетом того, что может в любой момент увеличиться, уменьшиться напряжение, в любой момент может увеличиться, уменьшиться сила тока, в любой момент может произойти аварийное отключение сетей. И если заявление министра энергетики о том, что там произошли именно аварии в результате аварийного отключения электроэнергии, это, в принципе, является поводом для того, чтобы за должностное несоответствие были сняты со своих должностей руководители этих электростанций и сам министр энергетики республики. Значит, этого не произошло. То есть на сегодняшний момент мы имеем абсолютно недееспособную систему автономного энергоснабжения полуострова, хотя федеральным центром было сделано все, чтобы это имело место быть. То есть в деньгах федеральный центр республики Крым не отказывал. Если нужно было произвести какие-то профилактические или конструктивные ремонтные работы, то проблемы с финансированием из федерального бюджета не стояло. Для того, чтобы физически закрыть проблему выработки электроэнергии, федеральным центром было перемещено огромное количество газоэлектрогенерирующих мощностей, которые тупо были свалены металлоломом по разным закоулкам полуострова. Все это дает основание сделать вывод о том, что власти республики Крым во главе с Сергеем Акщеновым не имеют компетенции, достаточной для того, чтобы управлять в нормальном режиме, вверенным им полуостровом. Хотелось бы коснуться политического аспекта данной некомпетентности и служебного несоответствия данных должностных лиц. После того, как были возобновлены поставки электроэнергии с территории Украины, было объявлено о том, что Российская Федерация в порядке жеста доброй воли начинает отгрузку угля и поставки электроэнергии на территорию Украины без предоплаты и по внутрироссийским ценам. Причем федеральный центр говорил о том, что власти Российской Федерации входят в положение властей Украины в части энергетического коллапса, собственно, Республики Украина. И это является жестом доброй воли федерального центра. Но в связи с тем, что физически это было привязано к тому, что вначале было 7-часовое аварийное отключение полуострова от энергообеспечения с украинской стороны, а выработка электроэнергии, собственно, Республикой Крым составила от нужной мощности целых 0%, то это дало основанием тем политикам-русофобам на Украине заявлять о том, что это никакая не помощь Великой Российской Федерации, унылой и отсталой Украины, а это является результатом ультиматума украинских властей Российской Федерации. С этой точки зрения некомпетентность и безалаберность действий региональной власти во главе с Сергеем Акщеновым является прямой политической диверсией, которая сводит на нет усилия федерального центра по нормализации ситуации в соседнем государстве, в котором проживает огромная русская эридента и которая находится в состоянии гражданской войны. И получается, что безалаберностью и некомпетентностью региональной власти полностью смазывается эффект от того трудного, но важного политического решения, которое было принято президентом России господином Путиным. Опять же, касаясь того, что у семи нянек дитя без глаза, то есть получается, что федеральный центр все, что зависело от него, выполнил. Региональная власть не выполнила ничего. То есть я надеюсь, что федеральный центр найдет доводы, в том числе увольнение и отстранение от должностей виновных в энергетическом коллапсе лиц Республики Крым. Считаю, что как минимум министр энергетики и начальники САКской и Симферопольской электростанций должны лишиться своих постов. Также прошу рассмотреть вопрос о соответствии Сергея Валерьевича Аксенова тому посту, который он занимает. Потому что данный коллапс случился не столько по вине украинской стороны, сколько по вине региональной власти, которую данный политический персонаж возглавляет. Надеюсь, что в ближайшее время работы по инженерной обвязке всех электрогенерирующих мощностей, которые были привезены из города Сочи, будут проведены. Надеюсь, что в ближайшее время новое или хорошо взбодренное старое руководство Симферопольской и САКской электростанций предпримет все меры для безаварийной эксплуатации данных жизненно необходимых объектов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...